МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Неделя города. Я вместе с моими коллегами расскажем вам о главных темах прошедших будней. Смотрите в выпуске. Новогодний почтальон. Подарки к детям из социально незащищенных слоев уже в пути. Федеральная программа в деле. Городские власти инспектируют пристройку в детском саду. Почерк мастера. Персональная выставка живописи Виктора Минкина открылась в выставочном зале художественного музея. Почти две тысячи рязанских детей из малообеспеченных семей получат подарки к Новому году от городской администрации. В префектуре Октябрьского района родителям и представителям детей-сирот самое ожидаемое в декабре мешочки вручал новогодний почтальон. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Очень приятно. Вы готовы сыграть? Письмо написали? Да, обязательно. Письмо Деду Морозу, конечно, один из весомых аргументов для получения волшебной обратной связи, но не определяющей. Вот такие красные мешочки со сладостями – это первый шаг к сказке для детей из малообеспеченных семей и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Понятно, что пандемия внесла свои коррективы, но праздник-то никто не отменял. Его должны почувствовать все ребята без исключения. Защищаемся, одеваем маски, детей защищаем. А так праздник, он есть праздник. Поэтому как-то все равно, даже с этим годом, но все равно хочется, чтобы было все хорошо. Дарить хорошее настроение – это точно знать, что вручаешь. Наполнением подарков сотрудники гороадминистрации занимались практически лично. Для детей и родителей такой подход важен. Ежегодно в преддверии Нового года администрация города вручает новогодние подарки детям из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Это и многодетные семьи, и семьи с детьми-инвалидами, неполные семьи. Вот в этом году 1988 детишек, наших маленьких жителей, получат сладкие подарки. Дорогие рязанцы, поздравляю вас с наступающими праздниками. Новый год все ближе, настроение все ярче. Желаю вам ни в коем случае не унывать и всего самого-самого прекрасного. Верьте в чудеса, и тогда чудеса обязательно найдут вас. Почтальон сегодня, пожалуй, самый позитивный предновогодний персонаж. Деды Мороза и Снегурочки, конечно, еще будут, но позже. А пока что именно он в Рязани – главный символ Нового года и хорошего настроения. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сразу несколько соцобъектов проинспектировали сегодня глава муниципального образования Рязани Юлия Рокотянская и заместитель главы администрации города Надежда Штевнина. Первым пунктом стал детский сад номер 125. Здесь возвели пристройку, в которой теперь размещена ясельная группа. Всего таких пристроек в Рязани уже пять, и это сразу добавило 400 дополнительных мест для детей от двух до трех лет. У нас восстановили все полностью освещение на территории, потому что освещение было в достаточно плачевном состоянии. То, что у нас сейчас стало святое, красиво. Потом асфальт. Поменяли весь полностью, по всей территории тоже асфальт. Очень хорошо установили бордюрный камень. В разговоре со спикером Рязанской городской думы Юлией Рокотянской администрация 125 детского сада не скрывает своего восторга. И от того, что учреждение попало в национальный проект «Демография», и от того, что подрядчик обустроил прилегающую территорию, да и от того, что очередь в ясли значительно упала тоже. Все потому, что вот эта современная пристройка к детскому саду фактически убрала весь ажиотаж вокруг мест для малышей двух-трех лет. Такое решение для детских садов Рязани применили уже пять раз. Будет больше. Эта практика будет продолжена. Она одобрена на федеральном уровне, эта практика. Для нас это очень важно. И те средства, которые к нам поступают, это средства в части очень важных таких моментов, финансальных пронектов, которые говорит наш президент, она будет продолжаться. Мы всячески будем максимально этому способствовать, есть депутатский корпус. Внутри новой ясельной группы все как на витрине, образцово-показательно. Новые игрушки, мебель есть даже свое электронное пианино. Каждая из пристроек вот этих, она открыта для 80 детишек до трех лет, которые придут в детский сад или уже вот пришли. В этом году построено пять пристроек. Вот эта пристройка была сдана 28 августа и уже вот дети с 1 сентября пошли в новые пристройки. Все пристройки однотипные по стилю, но очень разные. Внутри уже учитывалось мнение педагогического воспитательного состава детского сада, также родителей. Бежие дизайнерские решения начинаются прямо на входе. Здесь и внутренний пандус, и оригинальный мозаичный пол. Подрядчики энтузиазма воспитателей не разделяли, но сделали так, как они хотели. Заходят, ахают люди. Придумывали тоже, увидели идею в интернете, придумывали, воплотили. Подрядчики там, может быть, где-то не очень обрадовались тому, что пришлось вот это вот им выполнять. Но, однако, пошли на встречу, спасибо им за это большое. С появлением новых групп облегченно вздохнули местные жители, ведь для многих этот детский сад своеобразная связь поколений. Те, которых водили к нам ребяток первых, появились вторые детки, и они были настолько довольны, что они идут сюда к нам в детский сад вместе со старшими детьми. И вторые, и третьи даже есть. Свои пристройки Ясли в следующем году получат еще семь детских садов. Кроме того, городские власти проведут капитальный ремонт пищеблоков и прачечных повсеместно. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Полотна этого рязанского мастера хранятся в Третьяковской галерее и в Русском музее. Его неповторимую манеру и стиль узнают критики на крупнейших выставках не только страны, но и мира. Виктор Минкин при жизни признан выдающимся мастером. Экспозиция его живописи открылась в отремонтированном выставочном зале художественного музея. Очередная персональная выставка Виктора Минкина включает 51 живописное произведение и представляет собой ретроспекцию периода с 1991 по 2016 годы. Созданные за четверть века полотна позволяют проследить, как менялся творческий почерк художника и понять, что в главном автор остается верен однажды выбранному пути. Самый-самый мой любимый живописец вообще с давних пор. Его какой-то индивидуальный отбор, какой он проделывает всегда на природе, с натурой в его произведениях, он уникален не только для рязанских художников, но и для всей России. В Минкин он узнается на фоне огромных, самых больших всероссийских выставок. Основная часть представленных работ – пейзажи. Верность деревенской теме проходит через всю творческую жизнь мастера. А одним из распространенных мотивов остаются виды села Унгор Рязанской области, где прошло детство художника. При минимализме деталей пространство полотен завораживает своей глубиной. На мой взгляд, вот этот почерк художника пока не удается повторить никому. Наверное, поэтому мы уже можем при его жизни говорить о том, что он выдающийся художник и классик современности. Созерцательность – отличительная черта и натюрмортов Виктора Минкина. Время в них будто не существует. Таково мироощущение художника, его творческие размышления на тему бытия, открывающее богатство мира и в зрительных впечатлениях, и в переживаемых эмоциях. Жанр портрета тоже можно увидеть в творчестве художника, и здесь Минкин не изменяет себе. Ему интересен не типаж, но неповторимый характер. Это восьмая персональная выставка Виктора Минкина. Первая его выставка, персональная, состоялась благодаря усилиям сотрудников музея в 1993 году, к 45-летию. Нам удалось уговорить художника сделать большую персональную выставку в залах музея. Она была на двух этажах, практически все выставочные помещения были заняты его работами. И тогда вот рязанский зритель впервые увидел многогранное творчество этого мастера. До 9 января в обновленном выставочном пространстве зрители могут увидеть творчество художника в таком объеме впервые. И хотя открытие прошло без присутствия автора, остается надежда, что самого Виктора Минкина тоже можно будет увидеть здесь, на выставке, в окружении его работ. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Напомним, еще в конце ноября в Калужской области из-за сброса сточных вод в реку Угра попала глиняная взвесь, которая образовала так называемое пятно. Далее мутная субстанция перекочевала в Аку и вызвала беспокойство у экологов и журналистов. Однако главный инженер городского водоканала Юрий Феоктистов заверил, что поводов у рязанцев беспокоиться нет. Вот эти еще ноябрьские фото темно-коричневой воды в реке Угра Калужской области изрядно напугали общественность. Кто-то даже заявил о неминуемой экологической катастрофе. Дескать, глиняная взвесь, плывущая по течению с разрушенного карьера, ушла в Аку и теперь уничтожит всю ее экосистему. Страшилки в стиле «теперь оно идет к вам» специалистов Рязанского водоканала позабавили. Здесь давно уже знают, как обращаться с такими вот мутными водами. Да и сама река за почти двухнедельный путь постаралась. При прохождении определенных расстояний, конечно, происходит самоочищение. Естественно, поэтому то пятно, которое было показано общественности, в таком виде уже сюда не дойдет. Оно будет уже гораздо меньших размеров и, скорее всего, может быть уже практически незаметно. Но это не отменяет того, чтобы мы были готовы к тому, что нештатная ситуация может произойти на наших сооружениях. Ежедневно четыре очистные станции Рязанского водоканала пропускают почти 150 тысяч кубометров воды. На данный момент основные значения по мутности, взвешенным веществам, окисляемости для начала зимы в норме. Или, выражаясь языком технологов, в пределах фоновых значений. Никаких поводов для беспокойства нет. Глинистые отложения, в любом случае, как передает нам информацию Росприроднадзор по Калужской области, они не представляют опасности для жизни и здоровья населения. Они представляют только сложности в технологии водоочистки. То есть для того, чтобы очистить воду от глинистых отложений, водоканал должен использовать для очистки большие дозы сернокислого алюминия, запас которого у нас в настоящее время имеется. Прибытие бурого пятна – ситуация пусть и не штатная, но вполне рабочая. Весной в половодье, когда с полей ваку уходит вся грязь, говорят в горводоканале, река обычно еще темнее, чем сейчас. И прибытие шоколадной воды в Рязань – сегодня эта история уже больше медийная, чем техногенная. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Одной из самых частых причин для убийства в регионе стал алкоголь. И обычно рассказ о таких происшествиях начинается с того, что люди выпивают вместе. Однако не в этот раз. В Сараевском районе разгорелись настоящие шекспировские страсти. Два труппа с огнестрельными ранами обнаружили в селе Высокое 30 ноября. К месту трагедии направились следователи, которым предстояло распутать всю цепочку событий. Как удалось выяснить, тела принадлежали некогда паре – 34-летнему мужчине и 30-летней женщине. Долгое время они встречались и даже жили вместе. По информации газеты «Комсомольская правда», у пары был ребенок. Однако в августе 2020 года по неизвестной причине они разорвали отношения. Мужчину такая ситуация не устроила, и он пытался все вернуть. Неоднократно звонил бывший и пытался контролировать ее круг общения. Сообщается, что мужчина даже говорил, что наложит на себя руки. Все эти угрозы и попытки контроля приводили только к ссорам. В ходе очередной такой ссоры, 30 ноября текущего года, поздним вечером, заметив автомобиль женщины у села Высокое Сараевского района, мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего оружия в находящуюся за рулем женщину. От полученных ранений она скончалась на месте. После этого мужчина покончил жизнь с самоубийством, выстрелив из того же оружия. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». У входа в городскую дубовую рощу по улице Шереметьевской на пересечении нескольких улиц возвели памятник герою России Роману Соколову. Выпускник Рязанского десантного училища, гвардии капитан, пал смертью храбрых в ночь на 1 марта 2000 года в составе 6-й роты 104-го парашютно-десантного батальона на высоте 776 в районе чеченского села Улускерт. В Рязани его именем названа школа номер 8, а теперь еще и появилась улица Соколова. Мужественное лицо, едва заметная улыбка в уголках губ, решительный командирский взгляд. Таким его хотели видеть родные и знакомые гвардии капитана воздушно-десантных войск, таким его запечатлел и скульптор. Сегодня имя Романа Соколова звучит наравне с другими героями новейшей истории России. С импровизированной трибуны в этот день о нем говорили только в превосходных тонах. Роман Соколов, гвардии капитана, не растерялся. Он повел с собой людей. Ребята, которые там на высоте, то, что они сделали, они отстояли. Не просто честь своего родного города, своего военного долга, а честь всей России. И мы каждый раз будем это вспоминать и самое главное говорить нашему молодому поколению. Этот бой на высоте 776 в Шатойском районе Чечни до сих пор обозначен как самый кровопролитный за всю историю второй чеченской кампании. Почти в 25 раз превышающая десантников численно банда Хаттаба и Басаева получила отпор от 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка. В результате жестокого боя было уничтожено около 700 террористов. Но и десантники понесли потери. Из 90 человек выжили всего шестеро. Они и рассказали о подвиге Романа Соколова. Гвардии капитан пока был в сознании руководил остатками роты. Возле него потом насчитали 15 убитых боевиков. Отец солдата таким геройством своего сына удивлен не был. Человек слово, человек дело. Разговаривал с ребятами, с кем он был. Они все время говорили, да, командир жесткий. Ну, в смысле, по службе. А так, говорят, мы с ним идем в любой боеразведку смело. Мы знаем, что у нас не бороться. В честь Романа Соколова звучат воинские почести. Впрочем, чтят его сегодня не только военные. Инициативные жители постарались. Имя героя носит турнир по греко-римской борьбе, школа номер 8, а с нынешнего года и вот эта улица, которой еще предстоит разрастись. Спустя 20 лет мама Романа Соколова говорит о ценности памяти о нем для будущих поколений. За сына гордость у нас. Почему? Потому что все-таки он не нарушил присяги, которую он давал своей родине и с честью выполнил долг. А еще я хочу сказать, что вот у нас по всей стране установили 84 таких бюста. И около каждого этого бюста проходит различное мероприятие. Там школьники, даже из детских садиков старшие группы. И вот эти мероприятия, они очень много значат для нашей молодежи. В ореоле яркого солнечного сияния бюст героя России сегодня смотрелся особенно символично. Десантник, ушедший в небо. Такое же впечатление, впрочем, городские власти хотят оставить и ночью. Именно поэтому очень скоро постаменты светят прожекторами. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка «У меня зазвонил телефон». На ней можно будет увидеть коллекцию советских аппаратов. Выставка расскажет об истории телефонной сети Рязани. Подробности далее. Сегодня жизнь человека без телефона представить очень сложно. И даже поверить в то, что когда-то все начиналось с деревянной трубки, которую необходимо было приставлять то к уху, то к рту, тоже нелегко. Устройство первой в мире трубки было простым, но поговорить с помощью него было возможно, находясь на расстоянии не более 10 километров друг от друга. Это устройство придумал и запатентовал Александр Белл, американский изобретатель, в 1876 году. Что он собой представлял? Громоздкий деревянный ящик с трубкой и с ручкой, который надо было крутить, вырабатывать ток. Таким образом электричество подавало сигналы на коммутатор, специально такую установку. На коммутаторе зажигалась лампочка и барышня, то есть девушка, которая там сидела, соединяла вас с необходимым абонентом. На выставке в Рязанском Кремле представлены телефоны начала 20 века, производства компаний «Эриксон» и «Красная заря». Самые первые появились в Рязани в 1898 году. Если Рязань брать, опять же, то в 1898 году уже было 40 абонентов в городе работало. В основном это были, конечно, госучреждения различные. И лишь только у губернатора 15 самых именитых граждан города были квартирные телефоны. К революции мы уже пришли, было абонентов около 350. Также на выставке представлена коллекция советских аппаратов 40-х, 80-х годов и современных сотовых телефонов начала 21 века. Посетители смогут увидеть фотографии телефонизации Рязани, телефонограммы, списки абонентов городской телефонной сети, телефонный коммутатор, наушники, телефонные справочники и записные телефонные книжки. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В 2021 году к достопримечательностям Рязани добавится проект «А у нас в Рязани грибы с глазами». Статуэтки грибов установят по городу, и они станут своеобразными гидами, повествующими об истории тех мест, где будут установлены. А пока всех героев можно увидеть в одном месте – в Центральной городской библиотеке имени Есенина. Как оглянуться назад и увидеть Рязанское княжество или губернскую Рязань? Архитектура, памятники и книги расскажут о событиях минувших дней. Хранителем памяти, мудрецом, скульпторы Полина и Василий Горбуновы изобразили один из колоритных образов, которые по задумке станут только началом большого проекта и первыми представителями в целой галерее образов. Это не просто маленькие скульптурки, которые появятся в тех или иных местах, где мы можем их увидеть. Мы их еще должны отыскать. Они небольшого размера, и они находятся в том месте, которое будет интересно для наших туристов. Вот, например, гриб-коробейник появится у торговых рядов, то есть площадь Ленина. И, соответственно, ту тематику, ту стилистику, которую он несет, он будет рассказывать о бывшей хлебной площади. Впервые мысль о продвижении такого символа, как грибы с глазами, в качестве отличительного знака города возникла в сообществе краеведов. Вы знаете, если бренд пошел, «Рязань, грибы с глазами», их едять, они глядять, их беруть, они беруть, их моют, они новить. Как раз вот этот ряд, он показывает все на многообразии земли рязанской, ну и нашего города заодно. Тут и спорт, и летопись, библиотеки, мастеровитость рязанских людей, культура, через театральную жизнь спускаемся вниз к скоморохам. Ну и хлебная тема, которая должна помочь насытить наше города не просто объектами, а вернуть ему статус древней, древней столицы, огромной рязанской земли. Администрация города идею поддержала, пригласили известных рязанских скульпторов, и в результате совместного бурного обсуждения родились колоритные образы, характеризующие город. Гриб-мудрец мне больше всего понравился, он как-то очень легко нашелся. Вот он сидит, пишет летопись рязанскую, там написано, что когда образован был город Рязань, вот у него помощники, мышка здоровья, лягушка богатства. Ну мне больше вот косопус вот этот нравится, он такой бравый, он как бы такой на все руки мастер, он веселый какой-то. Она тебя похожа. Может быть. К моменту установки пяти грибов будут разработаны карты маршрут с подсказками, аудиогид, презентационный буклет, а рядом с грибами будет располагаться QR-код, по которому можно перейти в группу ВКонтакте «Узнай Рязань». Свои места в разных точках города грибы займут летом, и между собой больше не увидятся. А вот у жителей и гостей города будет возможность познакомиться с ними уже в контексте городского пространства. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Останутся ли рязанцы без Нового года и где будут работать елки? На эти и другие вопросы ответили на пресс-конференции по концепции новогодних мероприятий. Тема Нового года в Рязани выбрана – это почта. Основную роль при определении концепции сыграла пандемия. Люди преимущественно общались онлайн, всегда удаленно. И символ Нового года у Рязани появился, исходя из этого – почтальон. В прошлом году началась, стартовала наша акция на улице Почтовой. Собирали письма, относили к дедушке в резиденцию. Я и сейчас только что из резиденции Деда Мороза отнес ему очередную партию писем. Можно поздравить и всех рязанцев. Сделать это получится в двух студиях – МКЦ и в резиденции Деда Мороза. И поздравление увидят все рязанцы на одном из четырех установленных в городе экранов – на Почтовой, у Зеленого театра и в резиденции Деда Мороза. Четвертый установят на Площади Победы. А ближе к празднику это место сильно изменится. Будем удивлять световыми проекциями. Световые проекции хорошо себя зарекомендовали в течение года. Это три здания, которые мы выбрали. И в течение семи дней будут новогодние проекции на зданиях показывать, сделать такое хорошее настроение. Также по экранам будут транслировать концерты. А при Зане проедут почтобусы. В них сказочные персонажи и духовой оркестр. Места остановок не называются, чтобы оставить эффект спонтанности. Огромное количество добрых людей, волонтеров, которые сейчас работают в областной клинической больнице. И не только. Всех тех добрых, светлых людей, которые есть в нашем городе. Мы очень хотели вот эту идею тоже подчеркнуть. Добро, свет, праздник на дом. Праздник, который каждому должен достаться. Поэтому мобильные бредогады будут ездить, приносить праздник на дом возле больниц. Устраивать праздники, чтобы на них могли посмотреть из окон. Новогоднее оформление города завершится к 15 декабря. Валерий Седов, Стамислав Кудряшов. Телекомпания. Город. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин